Смерчи, ураганы, тронадо. Причины появления. Смерчи, даже если не небольшие, самые мощные в природе ураганы, крутясь и извиваясь, как змеи, выползают они из туч и спускаясь к земле, причиняют огромное опустошение, разрушая дома, разбрасывая, как мячики, автомобили и вырывая с корнями деревья. Те, кто пережил встречу со смерчем, рассказывают, что на месте происшествия находили соломинки, вбитые в стволы деревьев, как гвозди. Звук приближающего смерча подобен грохоту гигантского по длине товарного состава. Соединенные Штаты Америки чемпион по количеству смерчей. В год в США в среднем бывает до 700 смерчей. В одних штатах смерчи бывают чаще, чем в других. В 1953 году на Аляске был один-единственный смерч, в то время как в Канзасе больше 1200. На втором месте после США идет Австралия со своими жалкими 15-ми смерчами в год. Как образуется смерч или торнадо? К большой грозовой тучи добавляется ветер, дующий в противоположном направлении. Когда этот встречный ветер достигает тучи, он направляется резко вверх. Если вы посмотрите на вершину грозовой тучи, то увидите, как она вихрем закручивается вверх, а затем опадает вниз. В то время как мощные потоки восходящего воздуха пробуравливают тучу в направлении снизу вверх. Иногда этот восходящий поток, встречаясь с противоположно направленным потоком воздуха в тучи, начинает закручиваться. В США смерчи называют торнадо. Высоко над скалистыми горами дуют мощные западные ветры. Вырываясь на равнину, они встречают низкие тепловые влажные ветры с Мексиканского залива. Эти воздушные массы сталкиваются над центральными штатами, формируя сильные ураганы и торнадо. Крутящийся стоп поднимающего воздуха называется мезоциклон. Это масса крутящего воздуха и облака, как горловина слива в ванне, наполненная водой, называется вортексом. В центре вортекса атмосферное давление падает, а в горловину водоворота засасывается все больше и больше воздуха. Никто не знает точно, насколько снижается давление в центре смерчи, но некоторые ученые полагают, что до половины нормального атмосферного давления. Некоторые мезоциклоны становятся мощнее и вращаются все быстрее по мере роста. По снижению давления в центре мезоциклона он начинает засасывать слои воздуха, которые втягиваются снизу, приобретая типичную для торнадо воронкообразную форму. И чем больше воздуха, смерч может иметь коническую форму, форму толстой колонны или длинной тонкой вращающейся трубки. Цвет смерчей бывает довольно разнообразным. Когда заоблачная воронка только начинает спускаться с неба, она имеет грязно-белый или серый цвет. Но чем больше пыли и грязи поднимает с земли смерч, тем темнее он становится. Чаще всего окраска смерча коричневая или красноватая, цвета красной глины. Скорость ветра в смерче достигает тысячи километров в час. С такой же скоростью летят по воздуху куски металла, деревья, вырванные из земли, превращаясь в смертоносное оружие. Очень низкое давление в центре смерча может быть причиной взрыва дома или основание смерча коснется постройки. К счастью для нас, метеорологи все точнее предсказывают, когда может образоваться смерч. Если получено предупреждение, то следует знать, что самое безопасное место в доме – северо-восточный угол фундамента или середина входной двери. Если смерч застал вас на улице, то самое безопасное место в этом случае – ров или канава.